При покупке участвующих в рождественской компании телеотоваров, клиенты получат еще больше впечатлений, поскольку они смогут принести в дом елку. Об этом нам расскажет Марина. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Каким образом станет возможно принести елку домой? Ну, в принципе, все очень просто. Главное скачать себе на мобильный телефон бесплатное приложение РМК, и одна из опций, там есть рождественская ель. И открыв эту опцию, вы уже получите более точные инструкции, как действовать. Так, хорошо. У меня сейчас уже открыто это приложение РМК. Не могли бы мне, пожалуйста, продемонстрировать, как это работает? Куда мне надо идти? Ну, прежде всего, надо открыть эту опцию, рождественская ель. Так. И прежде всего, перед тем, как отправиться в лес, нужно выяснить, где именно государственный лес. Для этого мы открываем карту. И здесь есть такая функция позиционирования, с помощью которой очень хорошо следить за тем, где вы находитесь. Государственные леса на этой карте обозначены темным-зеленым цветом, частные леса светло-зеленым и охранные зоны коричневым цветом. И поэтому вы должны очень точно следить, чтобы ваше местоположение было именно на той территории, которая обозначена темно-зеленым цветом, то есть на государственной земле. Хорошо. Допустим, я приехал в лес, и я хочу вырубить елку в государственном лесу. Что мне для этого требуется? Конечно, в государственном лесу не в любом месте можно рубить елку, а только в тех местах, где у дерева нет шанса вырасти в большое. Это на краю оврагов и дорог под линиями электропередач. Только в этих местах можно рубить рождественскую ель. Но ни в коем случае не в молодняках, насаждениях, где еле были посажены человеком. Хорошо. Срубил я елку в этом месте, и меня останавливает какой-нибудь охранник леса. Что мне ему предъявлять? Очень важный момент, что когда вы начинаете рубить елку, вы ходите по лесу, ищите, подыскиваете елку, которая вам подходит. И только тогда, когда вы выбрали свое дерево, перед тем, как начать ее рубить или пилить, необходимо открыть другую опцию. Рождественская ель. Опять, рождественская ель, функция оплата. И вот здесь в самом конце есть номер для клиентов Телия. Номер для клиентов Телия. Открыть этот номер и внести туда номер своего ваучера, который был вам выдан в Телия при покупке товара. И набрав этот номер, вы должны дождаться ответа, и вам пришлют на телефон SMS. И только тогда, когда SMS у вас есть в телефоне, вы можете начать пилить дерево. И если кто-то в лесу, или инспектор окружающей среды, или представитель полиции, или лесничества попросит предъявить разрешение на вывоз елки, вы должны показать это SMS. Хорошо. Спасибо, Марина. В общем, если вы хотите принести домой свежую елку и при этом помочь росту леса, приобретайте товары рождественской компании Телия и принесите счастье в дом.